В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения» у микрофона Яков Крота. В этот выпуск нашей программы будет посвящен тому, как может в религиозном верующем православном христианине сочетаться попытка, всегда только попытка, следовать заповеди блаженства, блаженны нищие духом. И в то же время жизнь человека, который живет нормально, дом, собирает какие-нибудь произведения искусства или творит их эти произведения искусства, украшает храм картинами, скульптурами, иконами. И в результате часто создает то, что начинает, кажется, что это превосходит его веру, что вообще лучше белые стены. Сегодня у нас в гостях искусствовед Кирилл Алексеев и человек, хорошо знакомый слушателям «Радио Свобода» Сергей Иванович Григориянц, которого я представлю в несколько неожиданной, я бы сказал, ипостаси собирателя. Потому что Сергей Иванович собрал, отчасти унаследовал, собрал совершенно замечательную коллекцию, я бы сказал, произведения искусства от неолита и палеолита до наших дней, в том числе и иконы, конечно. Судьба коллекции складывалась драматически, но не трагически, потому что она попадала под конфискацию, когда Сергея Ивановича за диссидентскую правозащитную деятельность сажали, но она была воссоединена, и теперь опять у Сергея Ивановича, что, кстати, в свое время, я помню фельгетоны в газетах 90-е годы, как обличали хищника, который хочет лишить народ сокровищ. И поэтому давайте начнем с коротенького видеосюжета, где вот эта иконная часть собрания Сергея Ивановича Григориянца можно воочию увидеть. Конечно, у нас в семье были иконы и до меня. Другое дело, что как раз иконы почти все пропали. А в том числе и пропали иконы, когда я был арестован, и когда все это распределилось по десятку музеев. Здесь русские, большей частью XVI века, и украинские. Ну, вот эта Варвара тоже XVI века, а эти все XIX века – это галицийские. Они написаны на стекле. И это коллекция, которая принадлежала Сергею Параджанову. Ну, вот эти, ну, музеи в свое время, они были в Рублевском музее лет 20. А там они в альбоме их считают концом XVI века. Ну, можно думать, что они с самого начала XVII, трудно сказать, отзабирания. Одно из древнейших занятий людей. Коллекция – это отражение человека. Это его интерес, это его внутренняя организация. Поэтому их, то, конечно, это не бывает. Это уникально. Мне особенно понравились вот эти слова по поводу охоты и собирательства. Это вообще так очень характеризует, наверное, ну, вообще, как нашу страну. Мы действительно живем охотой и собирательством. Они до сих пор полезные ископаемые. И вот это наша какая-то такая, по-моему, основная деятельность. Так что, можно сказать, ну, это приблистащие слова, конечно, и великолепное собрание, безусловно. Сергей Иванович, насколько элемент охоты силен в собирательстве? Ну, как вам сказать, поскольку у нас действительно старый дом и старая коллекция, то среди моих друзей, и сейчас это рассказано в одной из книжек, которые я написал, как раз большей частью были люди, занимавшиеся не столько собирательством, сколько спасением. И это вообще было характерно для коллекционеров советского времени. Тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов. Это было спасение вещей от окружавшего варварства. Там у меня, скажем, подробный рассказ о Николае Павловиче Пахомове, нашедшем и принцессу Грёзу, и создавшем музей в Тарханах, и музей Абрамцева. И среди моих знакомых было довольно много вот этих вот людей, даже не предыдущего, а как бы через поколение от меня. Благодаря моим родным, благодаря имевшейся коллекции. И это была совсем другая психология. Это было, с одной стороны, спасение остатков культуры, ну и не зря же патриарх Тихон благословил коллекционеров, которые спасали иконы во время разгрома храмов. А с другой стороны, это было и спасение самих себя, создание хотя бы у себя дома какого-то маломальски цивилизованного мира среди вот этого советского кайагрессии. А я прошу прощения, чуть-чуть, может быть, в сторону вопрос. Но ведь, начиная с Лаухина, вот «Чёрные доски» и так далее, там ведь, то есть это середина 60-х годов, там ведь появился некоторый привкус, извините меня, отождествления икон с русскостью. То есть началось собирание не для спасения, а для того, что сейчас называется национальной самоидентификацией, что мы русские, поэтому мы собираем иконы. Да, но это ещё не самое страшное, что было у Соловхина. Ну, начнём с того, что все его советы, как промывать иконы, всегда приводили к их уничтожению. Да, то есть это абсолютная безграмотность. А с горшки, а то я боюсь, что их до сих пор используют. Ну, там с говорителями он советует какие-то. Да нет. Ферри? Ну, нет. Уксус? Да нет. Скипидар? Ну, нет, да. Это отдельная сложная техника. Примитив, визм Соловхина во всех областях, ну, просто не передаётся пересказу. Но, на самом деле, в это же время как раз впервые началось принципиально иное отношение, в том числе и к иконам. Потому что впервые началась торговля, впервые начался грабёж иногда полуразрушенных северных храмов, выманивание, как у негров забусы, у стариков древних икон, на какое-то барахло или просто кража. Вообще, время, которое вы связываете с чёрными досками Соловхина, это время появившихся совсем других людей, совсем других отношений и, скорее, разрушение того, о чём я сказал вначале. Кирилл, на ваш взгляд, музейного человека, от собирательства вообще есть глубинный конфликт между музеем и частной коллекцией? Вот какие отношения? Любви, вражды? Безконфликтные отношения не бывают. Если нет конфликтов, то нет отношений. Поэтому, конечно, да, и у коллекционера с музеем могут быть, и чаще всего бывают по поводу экспертизы, потому что оценки, атрибуции тех или иных вещей. Вообще, я должен сказать, что в нашей стране искусство, ну, это не самая популярная тема, вообще-то говоря. То есть, это в последнее время так довольно популярная. А так-то я хочу заметить, что и в советское время это очень небольшой пласт людей интересовался всегда этими вещами. В отличие, между прочим, от Западной Европы, где гораздо больше процентов тех людей, которым это всё было небезразлично. И коллекционеры выполняли, и сейчас выполняют, конечно, функцию сохранения вещей. И это не фигура речи. Понимаете, это действительно так. Потому что вещи, как клады, очень часто находятся, и так же пропадают, надо сказать. И деятельность коллекционера, она здесь совершенно не... Её переоценить невозможно. Коллекционер в России и коллекционер на Западе – это два совершенно разных человека, понимаете, с разными рефлексами в том числе. И разными... Ну, это... Они отличаются, да, безусловно. Минуточку. Чем Сергей Иванович Григорьев отличается от Тиссон фон Бурна Месси? Ну, послушайте, ну, во-первых, я должен буду сразу очень долго... Дают ребёнок. ...говорить комплименты вам. Ну, прежде всего, потому что большую часть времени в нашей стране заниматься коллекционированием искусства считалось родом преступления. Потому что это так или иначе являло собой вопрос накопительства, а это вызывало у наших дорогих правоохранительных органов, в том числе очень большое количество неприятных вопросов и ненужных. И, безусловно, да, надо было обладать немалой смелостью, чтобы сохранять эти вещи и находить их, в том числе. Безусловно, это очень большая работа. А по поводу конфликтов, ну, вот... Понимаете, когда человек живёт в материале, когда его окружает постоянно, как сказать, большинство людей приходит в музей в гости. А человек тут вот живёт, понимаете, это для него дом такой вот. Поэтому степень и, так, внимание, она принципиально другая, конечно, у коллекционера, чем у всех остальных людей. А ведь это известный такой риторический вопрос, что хорошо сходить посмотреть на Мону Лизу, но представьте себе, что Мону Лиза висит у вас в столовой или в спальне. В этом смысле я вот так не очень понимаю, как вы, Сергей Иванович, вы можете жить, и у вас вот этот вот деясис, вот как в Третьяковке. Я прекрасно живу. Это я имя, надо сказать, о морозе по коже. И жить гораздо легче. Интересно. Это просто помогает жить. Вот, ну, вопрос о Моне Лизе вообще неправильный. Потому что вот жить с вещами нескольких художников, среди них Леонардо, среди них, кстати говоря, Пикассо, а вот с ними очень трудно. А чаще всего это не является проблемой. Вот с вещами Пикассо жить было бы трудно. Скажем, у меня вот Диего Ривера, тоже кубист, тоже Париж, тоже 16-й год. И это все иначе уже. Это очень зависит от, ну, не только коллекция, является действительно слепком жизни и характера коллекционера. Ну, в первую очередь, произведение искусства является слепком художника. И есть несколько художников, среди них Леонардо, с вещами которых действительно очень трудно жить. А Врубель? Ну, нет. Врубель совершенно другой. Ну, как-то слава психопата, энергетика. Нет. Леонардеска, у вас висит ведь одна картина. У вас висит ведь картина в духе Леонардо, как минимум. Ну, да, у меня есть Леонардеска. То есть энергетика у подражателей теряется? Ну, это не подражатели, это один из его учеников, простите меня. Да, это варианты. А, Леонардески, это не подражатели. А вот нет у меня, если и вещи Врубеля. А нет, Врубель не обладает. Это очень странное качество, его трудно описать. То есть с иконами это позитив. Что? С иконами это чистый позитив. Да, почти всегда. Кроме, может быть, хлыстовских икон. Вот там вот характер самого вот, самой секты, хлыстовства, скобчества, когда это старинные и подлинные вещи, он проявляется в вещах. Чуть ближе все-таки, вот я вспомнил действительно газеты «Куранты», московские новости, московская правда. Вот середина 90-х, первые половины 90-х, действительно печатали статьи, в которых вы осуждались за то, что через суд возвращаете себе картины. Прежде всего, речь шла, кстати, именно об иконах и Рублевском музее. Он ведь муниципалитетизм. Ну, логика же... Молодежь, на самом деле, вы называете не те газеты. Ну, «Куранты» я просто помню очень хорошо. А, нет, ну, в основном это была газета «День» и «Советская Россия». А этих я не читал. Ну, так, во-вторых, это было решение суда. И, ну, понимаете, это отдельный совсем разговор, но я никогда и никто у нас в семье не принадлежал к числу людей, которые, скажем, вот ездили бы на север, чтобы или из храмов, или у безграмотных старух там что-то выцегонять. Минуточку. А тогда вот то, о чем говорит Кирилл. Функции музея ведь в советское время можно составить длинный список музейщиков, которые гордились тем, что они тоже спасали иконы. В деле спасения была конкуренция? Ну, это другая история немножко, потому что вещи и покупались, кстати сказать, музеями. И вот, как вам сказать, это два разных, два разных, две разных страты. Это два разные группы. Не пересекающихся, вы хотите меня уверить? Вот добытчики, вот о которых сейчас идет речь, они, вот которые ездили, как раз раздраконивали всякие храмы и крали очень часто вещи. Они, знаете, они с музейными сотрудниками не пересекались, потому что музейные сотрудники, чаще всего это были экспедиции. Каждый шаг этой экспедиции написан, он объяснен, откуда вещь, что было, как, каким образом она попала в руки экспедиции, вот сейчас с Третьяковской галереей. И, ну, это нельзя сравнивать. Я сравню, раз вы позволите. Разные методы все-таки были. Я сравню с чисто мещанской, ну, извините, с бытовой точки зрения. Потому что об этом говорят так, и писали в той же газете «День». Но антропологически, мне вот что кажется под этим. Частное лицо, лицо ненадежное. Кто есть человек, что ты посещаешь его, сказанное в Священном Писании? Все великое, ценное, дейсис, тем более иконы на стекле, оно должно храниться у государства. Государство вечно, надежно. Да. Ну, я могу только проиллюстрировать. У меня действительно, вот, скажем, иконы на стекле. Небольшая, но очень хорошая коллекция. Просто по их качеству. И, скажем, украинские музеи, это было в украинских музеях, просили оставить. У них были серьезные доводы. В Львовском музее было тысяча икон на стекле. Их все разбили молотком. Когда? Во время войны или уже? Да нет, ну, какое время войны? В 60-е годы. Вот, когда борьба как раз была. Принято, вот, и раньше. А били их всегда. Вот, это насчет, вот, сохранности. И, кстати говоря, из моих икон. Одну в Киевском музее все-таки разбили. Так что, относительно сохранности в музеях, ну, мягко говоря, вопрос сложный. И это касается не только икон на стекле, а многих других вещей. Не хотите оборониться? Ну, я не хочу перебивать. Но, конечно, во всех, особенно в провинциальных музеях, конечно, есть вопросы с хранением. Эрмитаж сейчас строит депозитарий свой. Знаете, не из-за того, что у них излишнее количество места, конечно. Но, вообще, показатель работы музея – это выставочная деятельность. Вот, и вот, если выставки проходят, если у вас есть выставочная работа, значит, этим материалом интересуются и зрители, и музейные сотрудники. И это вызывает соответствующий резонанс. А, ну, конечно, в музеях, вот, допустим, в бытностной работе в отделе новейших течений Третьяковской галереи у нас такое количество единиц хранения было, что мы были принуждены использовать, ну, почти как, в ряде случаев, как склад использовать. То есть у нас все это было упаковано соответствующим образом, и мы просто из-за отсутствия места не всегда могли должным образом это все демонстрировать. Да нет, ну, есть вот сейчас, пожалуйста, сейчас в Третьяковской галереи выставка эскизов к стенописям. Я не помню точно, как она называется. Ну, в общем, я всегда знал, что Третьяковская галерея практически уничтожила половину вещей гениального русского, может быть, лучшего русского художника Александра Иванова. Просто потому, что я знал, какое количество вещей Александра Иванова в Третьяковской галерее, и какое количество выставлено даже на юбилейной его выставке, какое количество вещей репродуцировано даже в юбилейном его альбоме, или в каталоге Третьяковской галереи. Множество вещей не показывались никогда и никому. И вот сейчас на этой выставке я, который, ну, все-таки, которому все-таки не безразлично все это, вдруг увидел несколько эскизов Александра Иванова, таких вот как бы архитектурных. Вот так вот листов бумаги, разделенных на части, в одной части одна композиция, в другой другая, которую я никогда не видел. И никто никогда не видел, кроме одного человека, который является хранителем. Вот одного человека на всю Россию, поскольку допуска запасники нет. Но, кроме того, выяснилось, что на самом деле у Александра Иванова вот те гениальные акварели, которые выставляются... К евангельским сюжетам. К евангельским сюжетам. Да, вот вы говорите библейским сюжетам. И я тоже всегда так думал. Простите. А на самом деле это вот не имея никакого реального храма, не имея никаких перспектив, никаких обещаний, никаких договоров. Это он сделал около 500 эскизов, из которых выставляется от силы 150-200 для придуманного им храма. Это я знаю, да. Да, что это как бы фрески. Да. Это все эскизы фресок. И никто не видел вот собранных вот этих вот эскизов. Вот все, да, вот отдельные акварели, гениальные акварели, вот эскизы библейские сюжеты. Сергей, вы для себя, потому что, насколько я знаю, вещи из вашей коллекции выставляются, экспонируются очень часто. Чем, кстати, вы отличаетесь от других собирателей. Вы ощущаете напряженность между вот этими двумя ипостасями любого собрания государственного или частного сохранения и показ? Ну, господи, все крупные. А русские музеи в этом смысле гораздо хуже всех остальных. Кирилл, согласны? Ну, в зависимости от того, что мы имеем в виду. Потому что вот сейчас речь поднялась, поднялся вопрос о том, об экспозиции тех или иных, допустим, графических работ. Вот. Но вот, допустим, была выставка ГЕ, и там были выставлены вещи, которые, ну, да, сели, не выставлялись. И это, ну, максимально была возможная репрезентация сделана. Значит, это включая те, что купили на блошином рынке где-то в Швейцарии? Да. Нет, это включая все, что было. В том числе, да. Вы поймите тоже, вот когда куратор занимается выставочным процессом, он выставляет большей частью, ну, наиболее интересные вещи для широкого зрителя. А очень тяжело в большинстве случаев выставить все, естественно, хотят, хранитель хочет выставить все. Но он имеет ряд ограничений. Он точно хочет выставить? Да, конечно. Нет, может быть, есть скупые лица? Ну, просто вопрос определенных вещей, которые, ну, могут быть не очень зрелищные, и делается... Нет. Да, и да, конечно, это субъективная оценка куратора. Во-первых, это субъективная оценка. Во-вторых, а, понимаете, вот, скажем, в России и во Франции есть, ну, вот, определенная общность, отношения. А музеи являются государственными. Соответственно... Государственный музей является государственными, а частные музеи... Ну, да, но все-таки основные музеи, там, это государственные музеи, это государственная собственность. Но, скажем, почти в любой музей провинциальный во Франции, куда вы не приедете, там будут картины, на которых будет еще и этикетка собственность Лувра. Лувр по всей Франции из своих запасников экспонирует вещи. А у нас, по-моему, чаще надо... А у нас не один музей систематически этим не занимается. Вообще нет практики вот передачи в провинциальном музее на какое-то время, не на всегда. По моим воспоминаниям, это Кирилл может меня поправить, и была, а может быть, есть противоположная практика, когда вещи из провинциальных музеев собираются в центр, и там хранятся десятилетия. Да, это программа была от речковки «Золотая карта России», которая может действовать. Да, и сейчас это до сих пор. И они потом не могут вернуть в провинциальном музее. Да нет, перестаньте, все возвращается. Это вы... История 70-х годов, я все молчу. Хорошо, слава богу. Вы помните историю, ну, гораздо более трагическую, конечно, которую вы помните, и которую не могут просить нам украинцы с мозаиками и фресками и рельефом из Михайловского монастыря. Я знаю историю музея в Новом Иерусалине, в Истре, куда перед войной, закрывая усадьбы, свезли и усадьбы, в 1940 году туда свезли и включили в коллекцию вещи из музея Старожевского музея, то есть произошла централизация, ризница, золото и серебро. Кончилась война, прошла советская власть, эти вещи там пребывают, невзирая на то, что, конечно, все подмосковные музеи хотели бы вернуть свое, но оно пребывает и даже не выставляется, потому что... Вы знаете, пребывание каждого единицы хранения музейной, оно требует обоснования, оно требует, там, поступило оттуда, значит, основание приемки, такая-то, такой-то пункт. И вообще я хочу вам сказать, что в судебном порядке, если неправомерность какая-то там есть, это очень легко решается, потому что просто истребуется основание... Вот Сергей Иванович, пример судебного порядка. Это иллюзии, и на самом деле, к сожалению, во-первых, в музеях, кроме вещей, которые являются экспозиционными и в основном фонде, большое количество вещей, взятых на хранение. Да, это так называемый ВХ. Да, и эти вещи, взятые на хранение, разворовываются самым чудовищным образом. И эти коллекции... Я бы мог вам привести такое количество примеров, мне уж просто не хочется, это самое, но... Ну, в общем, на самом деле, к сожалению, ну, я уж не говорю о Третьяковской галерее, которая не вернула иконы Симона Ушакова, просто в храм Симона Ушакова получил их для экспозиции. Вот. Нет, это, к сожалению, вся эта практика не в таком специфическом государстве, как Россия. Хорошо. А можно к тому, что сейчас бередит общество, которое, как правильно отмечено было, искусством не очень интересуется, а если интересуется, то в очень странных контекстах. И я думаю, что это контекст власти. Почему, собственно, блаженно не ищи духом Господь сказал? Я прошу прощения у агностиков. Атеистов. Ну, атеистов. Стоит просить прощения у атеистов? Не стоит. Нет, просим прощения атеистов. Вот. Но атеисты интересуются искусством, оказывается, когда тоже речь идет о власти. А Господь Иисус сказал нам, что блаженно не ищи духом. Если бы Исаакиевский собор был мой, я бы его отдал незамедлительно. Я и подрясник готов отдать и крест, и ботинки, если кому понадобится. Но когда я читаю, вот Сергей Кавторадзе, искусствовед, член Союза Московских Архитекторов. Да, очень уважаемый. Лауреат, премий, просветитель 2016 года. Цитирую. Часть общества, практикующие, верующие русской православной церкви, просят у всего общества отздать здание им. Получается, что здание принадлежало всем, а теперь будет отчуждено для части граждан. Думаю, проблема в этом. Мы все наследники культурного достояния страны. Я, кстати, тоже, несмотря на свою фамилию. Конец цитаты. Ну что, это вполне серьезный довод. И, конечно, в конце концов, ну... А в Исаакиевском соборе я могу сказать отдельно? Я предлагаю тест Григориянца. Подходит эта фраза для конфискации у вас, собрания Сергея Григориянца? Подходит. Почему? Часть общества. Один Сергей Иванович. Ну да, но только в результате этого никто никогда не увидит. Это во-первых. А во-вторых... Это будет висеть в запасниках. Останется. Увидят три искусствоведа. Ну, может быть, четыре. И может быть, раз... Ну... В общем, это совершенно безобразие. Гораздо интереснее другое. Во-первых, вот вы упомянули Исаакиевский собор. Да, вот его интерьеры. Да, вот его интерьеры. Но это интерьеры храма. Да? Да вы что? И росписей собора. Когда я читаю защитников того, чтобы Исаакиевский был у государства, получается, что он и церкови никогда не был. Хорошо. Музей Брилова. Ну, музей Брилова – это отдельно. Это вот как бы всем известно. Но вот такой известный сотрудник московской патриархии, как господин Легойда, как бы между делом упомянул, что церкви должен быть передан не только храм, но и все... Музейные фонды. Музейные фонды. Музей Садьевский собор. Нет-нет, это очень тонкий момент. А это действительно очень непростая ситуация, потому что, вот я не знаю, там, конечно, это довольно забавный вопрос о происхождении. Но Исаакиевский собор, вот с его музеем, когда там не было никаких служб, вызывал большой интерес не только у тех, кто любил Брилова, но и у тех, кто любил гораздо более раннее искусство. Дело в том, что там, в экспозиции, и это был единственный музей в Советском Союзе, было выставлено большое количество средневековых произведений, живописи и скульптуры. Ну, из, так называемого, трофейного фонда. Ни в Эрнедаже в это время, ни в Музее изобразительных искусств. Это в какие годы? Это было с самого начала. Это было буквально с 50-х годов. Даже в 40-х. Более того, там хранились фонды большинства музеев, потому что было принято решение, в том числе и часть эрмитажной коллекции, перевезти в подвал Исаакия. Да, 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 потому что было принято решение, что это не будет разрушено здание во время бомбежек, потому что это центральная точка, и по ней будут ориентироваться и пристреливаться немцы. И она будет точно, и действительно ни одна бомба не упала, и она была сохранена. Ну, эрмитажные картины. Это эрмитажные картины. Там понятно, что они эрмитажные. Но в те времена, когда никакие вещи, вывезенные из Германии после войны, нигде в Советском Союзе не экспонировались, Исаакиевский собор как раз был единственным местом, где они экспонировались довольно широко. И там была замечательная коллекция, ну, в первую очередь, средневекового немецкого искусства. Ну, так, наверное, все это возвращено Германией? Я надеюсь. Мы пока ничего не возвращали. И это запрещено законом, простите меня. А, законом 98-го года. Это, во-первых. И, во-вторых, вот когда господин Легуйда так заинтересован в экспозиции, мне очень интересно, это он хочет завладеть торфейным имуществом? Ну, это вообще много вопросов с Исаакием. Дело в том, что с самого начала строительства Исаакиевского собора там были неприятности. Вы, атеист, намекаете, что место проклято? Да ну что вы, я вообще таким категориям не оперирую. Глупость-то какая. Проклятие. С моей точки зрения тоже так же. Приятное единство. Там был собор Ринальди великолепный построен, который был... Тоже Исаакиевский. Да, 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 на этом же месте. Я, слушайте, напомню, что это в честь преподобного Исааки Далманского, день памяти которого родился дотер первый. И это был очень изящный собор. И ничто не предвещало его снос. Но был нужен больше. Был нужен просто более... Масштабная постройка нужна была. И поэтому, соответственно, и конкурс, и был реализован вот этот вот проект Монферрана. И вообще, насколько нам известна традиция древнерусской архитектуры, этот собор, конечно, не очень сильно традиционный для православия. Сергей Иванович, заявлен протест как православный. Кто сказал, что православие – это только Андрей Рублев и шатровые храмы. Это я просто к тому, что нет, конечно, у него совершенно нет. Спасибо. Но дело в том, что вот такие претензии в пользу того, что это каноническая и традиционная, но не очень традиционная эта постройка, вообще-то говорят, для русских православных целей. Ну, постройка Ринальди была замечательно изящна, но она тоже не была традиционной. Ну, он же блестящий. Скажем так. Тогда Елуховский собор нетрадиционен. Елуховский собор – это точно, да. Успенский собор Московского Кремля итальянец строил и сильно исказил украинские традиции, из которых начиналось. А нет ничего чистого, искусства не существует. Но все-таки Исаакиевский собор для молитвы строился. Вы знаете, может быть, строился для молитвы, а еще, может быть, для посещения людей. А может быть, для снятия психологического стресса. А может быть, он еще строился для того, чтобы там 20 лет висел этот маятник, или сколько там, я не знаю, маятник Фуко. Ну, он для разных целей мог быть. Я не помню в Украине. То, что он не строился, или маятник Фуко. Это совершенно точно. Вот вы херничаете. А вот статья Андрея Любезникова, кандидата исторических наук, сотрудник музея Исаакиевского собора. И он пишет, что музей атеизма был в соборе. Так его гвоздем, пишет Любезников, являлась демонстрацией маятника Фуко, что без сомнения способствовало росту общего уровня культуры населения. Конец цитаты. Вы часто созерцаете маятники для подъема своего уровня культуры? Со мной вообще отдельный разговор в этом отношении. Я против маятников, против демонстрации мощи в витринах. Это все варварство и безобразие, конечно. Ага. А вы согласны с фразой Любезникова, цитирую, ликвидация музея недопустима. Нечто подобное произошло прежде только в 1948 году, когда был уничтожен Государственный музей нового западного искусства. Это было мрачное время Сталинщины. Я хочу сказать, что когда закроется музей, без работы останется около 200 сотрудников музея. В том числе господин Любезников. И я хочу заметить, что это абсолютное варварство по отношению к людям. Потому что хранитель коллекции – это человек, который свою жизнь отдает вещам. И сказать им, знаешь, вот собственник сменился, ты не нужен. А почему не нужен? Хранитель коллекции при коллекции все равно будет нужен? Да нет, ну что, это все снимут этих людей, их точно лишат работы, безусловно. И наймут других? Да никто ничего нанимать не будет. Просто все будет этим заниматься в завхоз. И все будет храниться. Вы часто видели музейных... Нет, подождите. Была Боголюбская Божья Матерь, была передана в княжий монастырь во Владимире. И все, она погибла. То есть, ну вот, она погибла. Этой вещи нету сейчас. Ответственность лежит на Министерстве культуры, которое не отследило. Ну как, по закону. Есть кто-то ответственный. Никто не отвечает за это. Кто-нибудь оплачивал вот эти вот дорогостоящие работы с Боголюбской Божьей Матерью? Нет, абсолютно. Есть единственный уникальный такой пример от Никола в Толмачах. Но потому что это во дворе музея находится, Третьяковской галереи. Поэтому там соблюдаются все нормы. Но как приезжали, Боголюбскую смотрели, когда она принадлежала вот Московской Патриархии, то там они просто из-за экономии электричества отключали этот самый короб, в котором хранилась эта икона. Минуточку. Может, я что-то не понимаю. Если мне сказано, не прелюбодействуй, я не прелюбодействую. Если мне сказано, не отключай короба, в котором икона, я не отключаю короба. Если я с прелюбодействовал, меня Господь накажет. Если я отключил короб, меня должен наказать кто? Прокурор, министр культуры, полиции. Кто-то же следит. А вот это вот закон неспонятно, когда вы передаете собственность. А у нас, между прочим, все наши милые разговоры о том, что Исаакиевский собор нельзя передавать, это все, знаете, вода. Потому что у нас есть закон, по которому безоговорочно, по первому требованию мы должны отдавать. И все. И все это носит, знаете, такой феноменологический характер. Но закон это часть другого закона, часть законодательной системы. Казанский собор, покрашена колоннада, вина мракобесов, мая кульпа. Но кто должен подавать в суд? Министр культуры, Министерство внутренних дел, АБХСС, Центр Э. Кто? Вы же музейщик. По плату. Знаете, здесь ситуация такая, что сейчас уже, в общем, довольно поздно говорить, что произошло. Я, к сожалению, не могу вам сказать, кто юридически должен за это отвечать. Но вот по факту мы потеряли вещи, ну, то есть это испорченные архитектурные элементы. Их сначала пескоструем зачистили, а потом, значит, такой вот красочкой тепленькой покрасили. Я прошу прощения, все-таки логику я пытаюсь понять. Государство не в силах следить за памятниками, поэтому отдадим все памятники государству, а не церкви. Отдадим памятники именно тому, кто не может за ними уследить. Я был в Исаакии на колоннаде в музее еще в сентябре. Должен сказать, что я не вижу, на что потрачено 100 миллионов дохода, потому что, в общем, в не очень хорошем состоянии. Знаете, Исаакий — это темпьета, такой был храм, образ высокого возрождения, такой круглый храм. И вот Монферран его поставил, этот самый темпьета поставил его на такой крестовый план, то есть, как бы, такая связь гуманизма и религии. Это очень красивый такой вот символ, очень такой благородный очень. И вся история Исаакия — это, конечно, лучшие художники работают. Ну, по сути, как бы он производит впечатление светского памятника, безусловно, в большей степени. И вот вы говорите, это же уже музей. То есть, и, может быть, тогда как-то не портить эту историю, может быть, ее оставить, потому что мы не знаем, как это будет. А вот примеры есть очень плохие. Вот тот же самый Казанский собор. Ну, зачем? Давайте, Сергей Иванович, я растерялся. Все, Сергей Иванович, отдувайтесь. Или вы сторонник? Нет, я сторонник, ну, в общем, нормального какого-то договора. Исаакиевский собор велик. Вот. Я там был не один раз на службе. Не могу сказать, что количество верующих там было чудовищно велико, и они не могли поместиться. Я был, извините, на службе в соборе Парижской Богоматери, и в храме в Миланском, и в соборе Святого Петра. Тоже, знаете ли, не очень много. Колоссальный собор Миланский. Вот в 9 утра, раннее место, сзади главного алтаря стоит 4 человека. Ну, отбираем. У кого? У церкви. Почему? А вы что там 4 молящихся? Ну, хорошо, ну, здесь же процесс обратный. Я как раз считаю, что ничего не надо отбирать, ничего не надо. Самое спокойное маятник Фуко, слава богу, и вместо того уже сняли. Достаточно. Вот никому он не мешает, и никому голову не разобьет. Я, может быть, слишком, как поп сейчас скажу, тысячу извинений. Ну, вот в статье все того же, извините, Любезникова, сотрудника музея Исаакиевский собор, там говорится, что вход в собор свободный для людей всех виросповеданий. Но, извините, там вход стоит 250 рублей. Это не совсем то, что в моем представлении свободный вход. А если это отдать церкви, а говорить, что на колоннаду, на блюстраду, на смотровую площадку народ идет по-прежнему, и деньги идут в государственную казну, но чтобы в само помещение храма могли входить люди бесплатно, как в собор святого Петра. Это плохо, Кирилл? Нет, ну почему? Хорошо. Или у нас презумпция виновности мракобесов, каковы? Нет, ну, понимаете, вот вы сейчас, если мы сейчас говорим о коммерческой составляющей, то все это, ну, не очень выгодная ситуация для государства, безусловно. Потому что государство теряет там порядка 90 миллионов рублей. Но это шизоидно говорить, шизоидно вот в каком смысле. Если мы вообще ставим такой вопрос. Когда выходят люди на митинги в защиту музея в Исаакии, то они не говорят о деньгах, они, прежде всего, говорят о культуре. А я беру официальный сайт Исаакиевского музея и читаю, какие там экскурсии. За 600 рублей можно купить билет на экскурсию небесные покровители святыни Петербурга. За 600 рублей экскурсии гвардейские храмы Петербурга. А за 1500 венциносная семья Петергов. Я спрашиваю себя, чем это отличается от духовности, если это можно так назвать газеты «День», от духовности радио Радонеж знаменитого «Печально». Чем это отличается от московской патриархии? Нет, ну, это все правильно. На самом деле никаких проблем здесь на самом деле нет. И платный вход, ну, что, ну, во время службы идет не круглосуточно. Но что за храмы, Сергей Иванович? Платный вход, может быть, когда службы нет. Во время службы он бесплатный. В том же самом соборе святого Петра и во многих других и французских, и итальянских храмах есть, ну, скажем, сокровищницы, куда платный вход. Клады монастырские, где всегда выплатят. То есть, в общем, это все спокойно можно соединить одно с другим. У Исакии сокровищем является смотровая площадка. С таким же успехом можно было бы сделать вышку парашютную и на нее пускать людей. Хорошо украшенная смотровая площадка. Нет, это вот овсяночные, о катехизации, о работе с молодежью. Отец Яков, вы мне начинаете напоминать отца Георгия Эдельштейна, который на моей конференции, как бы вчера, сегодня, завтра, когда его спросили, как вы относитесь к восстановлению храма Христа Спасителя. Посмотрел на спрашивающего и сказал, да никак. А я позитивно... Он спросил, ну, как это, никак. Он сказал, ну, что мы... Я в своей жизни видел много строек коммунизма, но вот еще... Нет, я рад, что вы восстановили храм Христа Спасителя, потому что я ненавидел бассейн, который там был, и нас водили, школьников туда купаться. Бассейн был еще отвратительнее. Отвратительно. Ну, вот, храм тоже не сам, но, тем не менее, я тоже считаю, что хорошо, что он восстановлен. Он замечательно... Ну, жаль, что там рядом тогда уже не поставлен муляж церкви 17-го века, которая была там. Ну, мало муляжей, Сергей Иванович, к дантисту. Ну, так к нынешней храму. Это же протезный православный какой-то. Муляж, простите меня. Давайте назовем это протезом. И все-таки, Сергей Иванович, давайте вот в заключение еще один аспект собирательства. Потому что есть собиратели и собиратели. Вот мнение Алексея Лидова, историк, искусство, византолог, академик, российская академия художеств, цитирую. Большинству жителей города и страны понятно, что при множестве разрушенных и заброшенных православных храмов РПЦ требует передачи Исаакиевского собора именно как символа силы имперского триумфа и источника больших доходов от миллиона туристов. Про доход я бы все-таки вынес за скобки, а вот символ триумфа. Ведь многие люди, ну, как вот у Ильфа и Петра, уходят и говорят, жили же люди, какие были мебеля. Да, богатство – это прежде всего не символ для них свободы, это символ власти. Я думаю, что и вашу коллекцию, и любую другую коллекцию, Третьяковскую галерею. Должна быть Третьяковская, должен быть Музей изящных искусств на Волхонке. Это символ России, это имперское величество. А нам хотят заменить имперский триумф секулярный, имперским триумфом каким-то подвидом. Потому что Московская патриархия – только одно из ведомств империи. Зачем мы будем Исаакий отдавать в подотдел? Пусть будет в отделе культуры. Империя та же самая, идея триумфа та же самая, мне кажется. То есть тут выбор-то, мне кажется, ложный или нет? Кирилл, вы смотрите атеистически, я так скептически. Мне эта идея как-то странная, триумфы, имперскости. Знаете, ну, какая империя? Вещь, как символ власти. Ну, тут, мне кажется, постановка вопроса не совсем правильная. Атеистическая интеллигенция, которой вы принадлежите, не хочет отдавать это мракобесам, которым мы принадлежим. Вот, потому что это власть. Вот кто будет отдавать приказы – церковь или атеист? Да нет, это, мне кажется, неправильная вообще постановка вопроса. Потому что мы говорим о рациональности этой передачи, а не об идеологии, кому это будет принадлежать. Я говорю о розунгах, которые озвучиваются. Ну, это, знаете, люди много говорят. Они, на ваш взгляд, не очень рациональны. Ну, да. Для меня, прежде всего, это непонятна судьба музейной коллекции, мне непонятно, куда денется экспозиция, которая там есть. Мне интересно знать и, в первую очередь, судьбу хранителей. И я не вижу, честно говоря, никаких оснований для передачи церкви этого. Очень христианский взгляд. Сергей Иванович, в заключении, вам. Собирательство, власть, империя и христианство. Что касается власти и империи, то, в общем, это не забота церкви. Принято. Вот, что касается... Ну, и... Вы не чувствуете... Вы считаете, что вот, собирая искусство, иконы и так далее, вы все-таки остаетесь православным человеком, для которого главное не материя, а дух? Да, конечно. Нету противоречия? Нет. Оно только внешнее? Как оно разрешается? Ну, хорошо. Господи, в конце концов, простите меня. И у государя Николая была частная коллекция икон. Он собирал иконы, и в Дорево, в общем, нет, не было ничего, самое. В частной коллекции, я уже говорил о богословении патриархом Тихоном, но иконы и написаны для людей, и живут, если уж говорить об очень серьезных иконах, по каким-то своим внутренним законам. Игорь Горьянц, атеист, искусствовед Кирилл Алексеев, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго. Собирать деньги или собирать произведения искусства? Выставлять художественные ценности или оберегать их, скрывая от посторонних? С христианской точки зрения первым часто занимаются, к сожалению, музеи, а вторым, к счастью, занимаются верующие. Водораздел не между верующими и атеистами, он между творцами и потребителями. Субтитры создавал DimaTorzok